доброе утро время завтрака или я или яйца пашот последний шанс но не для лиц для меня это единственное что я не умею готовить вот я пробовала по разным рецептам получается какая-то лабуда и вы мне писали все равно не работает это в моих руках поэтому я заказала тоже по вашей рекомендации вот такие силиконовые формочки у меня был набор и одну форму забрала моя подружка она сказала что предварительно их нужно смазать оливковым маслом того чтобы яйцо не приклеилось я уже подготовила оливковое масло ну что в бой грамм улечка ой из большой бутылки как оказалось это относительное понятие подожди размажем и яйца ничего выглядит стабильно нет не переворачивается тест-драйв формочек для яиц не знаю сколько должно быть воды что мы яйца там не утонуть не вытекли сначала их складывать кастрюльку а потом заливать воду я не знаю получилось ну смысле загрузить яйца теперь жду когда они сварятся не знаю сколько это по времени займет но есть все-таки надежда на то что у меня на завтрак будут яйца пашот в худшем случае вареные яйца очень люблю baby шпинат покупаю его большой пачкой могу есть без ничего даже без заправки все в семье едят обычный хлеб одна я люблю черный наверное корни дают из себя знать и я всегда покупаю для себя без дрожжевое еще люблю с разными семечками я кстати не всегда им такие холстезавтраки но сегодня есть на это время кунжутные семечки сырые у меня не жареные не соленые немножечко добавлю ну давайте проверять что там с яйцами вроде как они сварились горячее сыром не бывает знаете такой о отлипает хорошо слушайте это гениально я считаю до таких как я которых не получается бомба соль я очень люблю соленые яйца вот если без ничего как-то не заходят и мой завтрак чемпионки готов если серьезно то я думала что это реально не сработает поэтому я довольна гляньте какое яйцо внутри я специально подержала дольше потому что я не люблю когда весь желток прямо выливается но каждому свое можно было достать пораньше ой класс 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 а сейчас впервые на своем канале и я буду делать вот те кто в теме и видит венчик уже догадались о чем идет речь буду готовить матч у меня уже здесь немножечко остыл мой кипяток я думаю что приблизительно 80 градусов есть я заказывала матчу где-то в сентябре я пробовала ее раньше в кафе и мне как-то не заходило скажу я вам а сейчас я оценила все прелести секундочку беру ложечку этой порошковой субстанции это полностью натуральный продукт мне хотелось бы попробовать настоящую матчу это японская она кстати не горчит вкусно мне понравилось но мне интересно какая на вкус вот самая настоящая матча которую используют в этих чайных церемониях высыпаем я не уверена что я делаю все как профи но я учусь дозаказала также бамбуковый венчик он нужен для размешивания матчи он у меня из алиэкспресс сохранила вот эту пимпку не знаю зачем мало ли вдруг для транспортировки или для сушки скажите пожалуйста как готовите матчу вы не всегда есть на это время утром скажу я вам но как только она появляется я с удовольствием делаю потому что матча очень здорово бодрит вообще меня больше бодрит зеленый чай чем кофе и нет вот этой трясучки тоже нет такого какого-то неприятного ощущения которое не всегда но бывает после кофе вы знаете когда вроде как неспокойный да я вижу что уже все растворилось но пена вот прям такая сильную мне никогда не появляется возможно это зависит от матчи скажите на моя последняя чашка из набора сейчас расскажу что с ними произошло выливаем и теперь добавляем горячее молоко с пеной я воспользуюсь своей кофе-машиной кстати каждый день кто-то спрашивает у меня до лонге я очень довольна за такую цену мне кажется это хороший вариант название модели я отыщу и напишу в инфобоксе потому что я не как не могут запомнить а постоянно кто-то интересуется если зажать кнопку капучино то она автоматически переключается на режим пенного горячего молока домашняя матча собственного приготовления готова как вы уже могли понять дома я человек спортивный костюм человек трикотажный костюм но и что так комфортно удобно тепленько и когда нужно по-быстрому куда-то выбежать то не нужно переодеваться из домашней растянутой какой-то грязной одежды сейчас такой большой выбор что каждый найдет что-то для себя и есть качественные находки я вам много чего показывала все мне никак не доходят руки снять видео на тему разных бытовых мелочей давно собираюсь каких-то там лайфхаков нужно наверное после праздников этим заняться сейчас во влоге покажу вам несколько таких знаете необходимых вещичек которые ускоряют разные процессы и которыми я постоянно пользуюсь но первое это самое последнее приобретение силиконовые формочки для тех у кого не складывается с яйцами пашут так как у меня вообще там наборе было четыре вот таких формы но одной из них взяла моя подруга сказала что она попробует и если ей понравится надо купить себе и вернет не мою формочку если нет то так и быть подарю ей наверное нужно и заказать тоже на празднике кстати да она не смотрит скорее всего этот влог поэтому сделаю есть сюрприз я покупала их на алиэкспресс то это не недорого 11 числа 11 ноября у них была их распродажа грандиозная ежегодная но 27 как вы знаете тоже ноября пройдет черная пятница там обязательно будет и распродажа и какие-то выгодные акции и ссылки на все свои фавориты я тоже оставлю внизу и на те вещи которые я приобретала там тоже найдете в инфобоксе вы знаете что я всегда стараюсь оформлять свой инфобокс таким образом чтобы вам было и полезно и удобно следующее то что я заказала недавно и оно ко мне пришло я кстати думала вот надо оно мне или нет это пресс для бургеров но оказалось что очень удобно в нем делать всякие котлетки и веганские в том числе и самая обычная там из фарша с яйцом с булкой всегда получаются ровные котлеты и это настолько быстро короче что что это такое это дно сюда мы кладем мясной шарик дальше выкладываем такую форму по диаметру которая нам нужна побольше и в комплекте есть поменьше и дальше мы используем пресс то есть вот таким образом сюда кладется мясной шарик у нас получается идеально ровная котлетка я уже раз делала к сожалению очень торопилась и не успела включить камеру не всегда есть такая возможность в общем мне понравилось супер и также вот этой маленькой формочки есть дополнительное дно помимо этого я заказала еще и в принципе это можно было сделать самой ну я почему-то подумала что мне это надо в общем это как бумага для выпечки да и она сразу вырезана под бургеры если вы покупаете бургеры то часто видели мясо именно на таких вот бумажных кружочках и когда-то например делаешь сразу много бургеров неудобно их раскладывать на большую плоскую поверхность а вот так раз 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 топочкой сложил и класс да можно самому вырезать но так проще я заказала сразу все в комплекте у одного продавца и осталось очень довольна дальше то что мне нужно обновить потому что томик разрезал пиццу немножечко мне это испортил хотя можно продолжать пользоваться это силиконовый коврик для пиццы для чего угодно я и маффины и сырники запекаю в нем ничего не пахнет нет никакого запаха резины и ничего не подгорает не плавится то есть он специально предназначен для того чтобы на нем что-то выпекать и он спокойно мне заменяет любую бумагу для выпечки часто этот коврик чем-то занят потому что я тоже когда что-то там делаю иногда сюда выкладываю потому что раз 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 сложил помыл и здесь также есть форма для пиццы можно по ней сразу выкладывать еще есть разметка правда не в сантиметрах но тем не менее можно что-то там отмерить и удобно класс а до высокой температуры можно использовать поэтому обязательно поделюсь своими ссылочкой это супер вещь я хотела бы заказать себе еще и побольше также заказала на такие фартушки на праздники мы всегда вы знаете печем и пряники и я нашла очень прикольные там с разными узорами для детей для себя или моей насти потому что она обязательно придет кости и мы это будем делать вместе и мы всегда фотографируемся снимаем на видео поэтому хотелось как-то знаете разнообразить эту нашу традицию и также нашла шапки с лампочками лет для малых очень прикольные это нужно будет заказать на распродаже надеюсь что до праздников это доедет еще одна моя находка это вот такие вакуумные пакеты когда ты например там открываешь целую упаковку куриного филе но используешь только маленькую часть или что угодно даже авокадо чтобы она не чернила я всегда пакую в эти пакеты они потом моются они не выбрасываются сейчас покажу как это выглядит это вот такой плотный пакет и к нему идет насос то есть кладем сюда любую вещь высасываем потом воздух и это хранится гораздо дольше я аж обалдела от того насколько долго у меня лежало куриное филе она обычно подсыхает как-то там не знаю неудобно это все поэтому я заказала и мне очень понравилось а также супер необходимая вещь это то что я нашла наткнулась и подумала господи это же разрешит все семейные конфликты и наконец-то у нас будут фотографии всего семейства не только я детьми не только домик с детьми скажите кто сталкивался с тем что вот просишь тебя сфоткать а что сейчас давай другой день в следующий раз а потом как пофоткаю думаешь лучше бы этого не делали вообще самые красивые фотографии я сделала сама себе я использую штатив на котором все закреплено камера но он небольшой поэтому я нашла большой штатив там больше двух метров по моему или метр восемьдесят скреплением для телефона его можно разворачивать и вертикально и горизонтально и с пультом у меня нет пульта поэтому я поняла что вау это это прям мой маст хэп это то чего у меня не хватает для моей блогерской жизни и вообще для каких-то семейных фотографий потому что когда мы все собираемся даже на рождество вечная проблема кто сфоткает выставляешь таймер в прошлом году так было чтобы стоим там улыбаемся чиз потом это была видеосъемка и все окей еще раз кто-то начинает бурчать так что я себе куплю и надеюсь что на черную пятницу будут какие-то классные цены также вот этот венчик мой да хорошая вещь стоит дешевле всяких магазинах с чаями я не вижу смысла переплачивать все венчики в принципе не бюджетные но это был дешевле чем в других местах как я сказала тоже из алиэкспресс сейчас еду кто маку в офис то у нас тоже небольшие изменения там их теперь работает в офисе пока что один но надеюсь скором времени все будет развиваться и мы будем расширяться захарка сегодня взял свой компьютер из-за того что у нас онлайн обучение нужно было приобрести ему отдельный компьютер потому что я работаю томок тоже и купили захарки компьютер он сегодня такая деловая колбаса взял рюкзак за компьютер сложил все необходимые вещи и книжки там выдали тетрадки карандаши и поехал с папой на работу мне кажется что дети вот как-то любят играть во взрослых чувствовать себя так как-то взрослее чем они есть на самом деле а потом когда надо будет ходить на работу то тот офис 100 лет не нужен будет я поехала тома кое-что мне распечатал нужно забрать так что увидимся чуть-чуть позже в общем что произошло с моими стаканами и кружками если вам они нравятся они нравятся очень многим они легенькие здесь двойное дно то есть берешь даже что-то горячее это никогда не обжигает руки но они супер хрупкие и практически всегда разбиваются но в этот раз случилось нечто иное посмотрите здесь в дне есть дырочка благодаря которой собственно говоря и как бы выдувается вот эта необходимая форма из стекла или как она там заливается короче мы поставили их мытью в посудомоечную машину и сюда налилась грязная вода и как мы не пытались и и отсосать шприцами как-то там трясти на ночь оставляйте в определенном положении все равно грязь из них не вымывается и я выбросила несколько вот таких стаканов потому что выглядело это так как будто они грязные внутри из этого неприятно пить поэтому я танцевала с бубнами с ними несколько дней и поняла что эту ситуацию ничем не исправить я туда уже даже заливала новую воду пыталась это когда отмыть поэтому не мойте их в посудомойке если они у вас есть вселенная меня услышала захожу в лидл и что вы думаете есть мои стаканы еще и недорогие одну коробочку я взяла на подарок здесь два даже не стакана а кружечки я пока что не решила какие из них я оставлю себе а может и все не знаю я спрошу у насти как-то нужно осторожно поинтересоваться есть ли у нее эти кружки потому что она тоже лично жалуется что покупает они в основном не дешевые если не по какой-то акции не в каком-то таком доступном магазине и потом обязательно бьются но они такие красивые заразы что приходится приходится тратиться чтобы себя радовать вот такой мелостью там были еще и стаканы пониже а я взяла себе именно высокие но это же так красиво это так изящно особенно когда делаешь себе латы такое слоями или даже чай завариваешь как волшебство в стаканчике у тебя происходит я очень люблю красивую посуду но красивая посуда имеет свойство разбиваться точно так же как и вся остальная у меня была вот точно такая же емкость с крышкой и здесь у меня всегда хранился мед видите крышечка разбилась потому что она тоже керамическая зашла в магазин который называется тэдди там такие бюджетные всякие находки для чего угодно я покупала для рождественских венков всякие мелочи будем украшать с вами помимо этого увидела две мисочки и подумала блин я так часто делаю какие-то фотографии что-то готовлю для футбуков вообще это просто так мило взяла две супные мисочки они тяжеленькие такие вместительные и вторую которая не самая удобная это так красиво я давно засматривалась на них скажу вам честно и так же какие-то орешки выложить печеньки в общем пока не разобьется буду ею наслаждаться такие мелочи вы знаете как они меня радуют гораздо больше чем что-то дорогое вот честное слово а это уже не мелочевка плед я уверена что вы будете интересоваться откуда он тоже заказывала на алиэкспресс это уже не дешевая покупка изначальная цена 200 злотых я за него заплатила гораздо меньше если покупать такой же в zari home home and you и chandem home то он будет стоить дороже я не буду его использовать поверх кровати например но мальчишки всегда спускаются утром и прячутся под плед или вечером мы смотрим телевизор и также все укрываемся я сейчас его еще отпарю я планирую вскоре поменять подушечки и такая слегка крафтовая тематика у нас тоже проскальзывает он хорошо впишется в нашу новогоднюю атмосферу у него кремовая расцветка это стопроцентный акрил но у нас не настолько холодно чтобы прятаться например под шерстяной плед он реально большой в ширину поместится два человека или с одной стороны может кто-то лежать и со второй здесь есть несколько узелков то есть видно соединение ниток но я выверну их наизнанку и отпарю и все будет хорошо сейчас пальцем не стану этого делать а крючком осторожно это все запрячу цена на него нормальная как за такое качество и сейчас покажу вам еще кое-что вот плед который я покупала в конце лета и да мы его регулярно использовали но он слишком быстро закатался и выглядит ну так себе учитывая то что ему всего несколько месяцев обидно конечно я заплатила за него ровно столько же сколько за этот только с 50 или даже 70 процентной скидкой у Захарчика занятия пойдем посмотрим в этом учреждении на почетку на почетку как вы идите в презентации и кликните на эти слайды а может так она так много она так много в таком случае зачем она так много скажу несколько слова о том как у нас проходит онлайн обучение Захар входит в частную школу но в принципе вы знаете в прошлом году в смысле в прошлом учебном году когда всех перевели на онлайн обучение система образования не была к этому готова и многие жаловались и на тех и на других а сейчас к первому сентября как мне кажется все провели какую-то там работу над ошибками и во всяком случае у нас именно я просто в шоке от того как все хорошо организовано и как все проходит и насколько быстро дети ориентируются в компьютере в работе за компьютером насколько быстро они приспосабливаются осваивают новые навыки это просто фантастика иногда сидишь что-то там щелкаешь на компьютере не можешь ехать ребенок тук 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 и все у него схвачено и потом уже не спрашивает захар например там первых первые дни задавал какие-то вопросы мама папа помогите спустя два дня все ребенка нет он все делает сам в общем первого числа когда захар пошел в первый класс а несмотря на то что игнашка не ходит еще в школу все равно каждому из них дали их личный школьный электронный адрес я что подумать зачем в общем туда нам приходила абсолютно вся информация от учителей от воспитателей от директора школы и садика что происходит программа если есть какие то вопросы там по оценкам по успеваемости по поведению по адаптации ребенка абсолютно все можно было узнать бедные учителя отвечают даже в 11 часов вечера то есть видно что они очень очень много сейчас работают и когда нас перевели на онлайн обучение я думаю блин как это все будет происходить они все организовали через google у всех есть общий календарь им приходит каждый день запросы приглашение на урок определенный и я показывала видно и учителям и всех одноклассников все сидят с выключенными микрофонами и когда кто-то там отвечает что-то да включает микрофон и между прочим интересно да что я в этом не знала что в школе так и я без понятия как в государственной школе здесь в общем учитель не вызывает вот просто ему спрело в голову и ты отвечай а он вытягивает такие палочки где указано какое-то имя то есть допустим есть вопрос она достает палочку отвечаешь ты мне кажется это очень честно на кого попала на того и попала потому что есть везде есть вредные люди и иногда прямо знаете прессуют какого-то ученика абсолютно как-то не заслуженно и это это очень не по-человечески а здесь же такой ситуации нет такое практикуют в ваших школах я допустим впервые узнала о такой системе мне это понравилось и например там если нужно сделать какое-то задание часто это презентация или что-то еще это не то же самое что школа и я ни в коем случае не хочу сказать что это лучше чем обычная школа я затрудняюсь ответить на этот вопрос что лучше и что эффективнее но просто я думала что будем сидеть с ребенком по 8 часов или сколько там они ну с 8 до 2 часов сахар занят это вместе со всеми там перерывами и даже на переменках они общаются они друг другу что-то показывают после уроков они тоже остаются на связи играют что там и лего друг другу показывают но в общем вторая неделя проходит нормально если мы будем сидеть так целый год наверное наверное не наверное абсолютно точно мы заметим уже больше минусов и это не то же самое что обычная школа но я рада что это все организовано таким образом что в основном для родителей это не такая уж проблема особенно учитывая то что это первый класс и ребенок еще не полностью самостоятельный и я конечно под приятным впечатлением и и например когда есть какая-то контрольная работа или что-то такое ну то чтобы преподаватель мог проверить понимает ребенок или нет он выполняет задание то есть отправляет ему сразу онлайн во время вот этого чата их задание к кому-то ученику выполняет и отправляет тут же учителю он сразу проверяет там да да и например когда там польский язык у них был учитель говорит а сейчас читаем полная тишина я слышу как захар громко читает и не все так плохо кто виноват мика хотела сказать что у нас фантастическая погода и показать вам кое-что мика организовала нам работу на выходные причем это такая проблема теперь будет короче я не знала что здесь у нас два мешка камней снаружи и выпустила ее во двор и она нашла себе занятие растрепала мешок но это ничего страшного она рассыпала камни и мы будем собирать их стомаком потому что так дело не пойдет у нас вот это автоматическая газонокосилка и нельзя чтобы ножи попадали камни и как мы это все соберем я вообще понятия не имею и здесь миллион ладно короче у нас в гараже полный беспредел был нас четверо в семье у всех велосипеды лыжи самокаты и прочие там знаете радости жизни и у нас перестала все помещаться еще и томик спрятал цветы в гараж поэтому я уже даже не могла запарковать там машину и мы заказали вот такую будку в длину она где-то 4 метра и по высоте мне нормально заходить вот прелести невысокого роста а том ок наверное чуть наклоняется и сюда много чего поместится томак уже начала складывать это еще не финальный результат так сказать но зато будет удобно мы решили не класть сюда плитку а просто засыпали все камнями и вот то что осталось мика просто рассыпала по всему газону вы уже видели также томак заказал будку в которой есть полочки чтобы удобно было поскладывать шлемы там всякое разное реально столько всяких вот накопилось вещей для досуга и для этого всего нужно место мы специально заказали ее в светлом цвете и она покрыта специальным препаратом говорят но так пообещали что она не будет портиться но это мы проверим как вы просили меня показать как делать овощной концентрат иногда я пользуюсь кубиками а сегодня ко мне приехала моя подружка и что мы можем делать готовим мы сейчас сварим концентрат который можно будет частично заморозить но мы поделимся пополам потому что вот настя начистила я предоставила свой агрегат но нам понадобится мощный блендер если у вас такой чаши то разделите овощи частями сначала одно перемалывайте потом второе сразу не загружайте так как у меня мощная машина вы часто спрашиваете это термомикс самая последняя модель поэтому я буду использовать ее но без нее также можно обойтись я думаю что если даже натереть овощи если совсем нет блендера то это тоже может получиться и еще нам понадобится кастрюлька с толстым дном я опять же буду варить все вот этой шайтан машинки что мы берем все овощи которые у вас есть в холодильнике подойдет все даже не самая свежая но основа это лук чеснок морковь у меня пастернак может быть корень петрушки капуста у меня два вида из за того что будем класть темную он станет таким серо-буро-малиновым но не суть главное что это вкусно также можно добавить помидорку вот у меня нашли еще цветную капусту нарезали ее немножечко также если у вас есть свежая петрушка свежий что-то может быть укроп если любите также базилик очень вкусно лавровый лист черный перец сладкая паприка может быть копченая если любите я свои приправы вы знаете где беру также черный перец соль и по желанию на самом деле вариантов может быть много если есть грибочки там несколько шампиньонов можно сделать и грибной концентрат и за счет того что там соль это все может еще и долго хранится потому что как вы знаете соль это натуральный консервант мы сейчас измельчим все овощи и дальше покажу что нужно сделать кстати лавровый лист и всю зелень мы также кладем в блендер измельчаем это все вот такая каша-малаша у нас получилось теперь берем кастрюльку с толстым дном и выкладываем все что мы измельчили сюда же будем добавлять соль приблизительно 100 грамм наверное да будем использовать я меньше обычно кладу кажется можно досолить потом нет белое вино или вода ничего страшного там смотря сколько у вас овощей у нас где-то 50 миллилитров столовую ложку оливкового масла у нас было мало свежего базилика поэтому мы еще и сухой кладем вот столько да хватит паприку сладкую одну чайную ложечку приблизительно можно добавить копченую я говорила ну как-то хватило и черный перец свежемолотый сколько где-то чайную ложечку я думаю не больше все и будем это варить на маленьком огне и помешивайте если у вас кастрюлька чтобы это все не подгорало черный перец и варим мы наш концентрат 25-30 минут но следите пожалуйста чтобы не пригорал после того как мы сварили наш бульон берем блендер как погружной с ножкой такой еще раз все хорошо взбиваем нам нужна однородная консистенция выглядит она конечно так себе но это вкусно получается соленый концентрат но вы замораживаете его даже такими кубиками у меня нет этой специальной формы из морозилки или небольшими партиями и потом одной чайной ложки хватит на целое ризотто на целый крем-суп и это действительно меняет вкус блюд делает более насыщенным это очень удобно такого количества хватит на несколько месяцев в конечном итоге получилось вот такое большое количество и чтобы мне потом было удобно я разложила их формы для кексов попробовали разделить типа на половинку но я буду доставать вот одну такую формочку и размораживать на неделю и можно в банке тоже хранить но я думаю что долго он все равно не выдержит холодильнике поэтому желательно часть заморозить чтобы добро не пропало скорее всего конечно улья это вырежет но я готовлю для нее ппшные конфеты сейчас я поторможу немножко потому что я не особенно умею записывать видео но попробуем это финки перемолотые можно добавлять арахисовую пасту кокосовое масло чтобы лучше перемалывать вот она конечно выглядит очень странненько но это это вкусно и еще есть здесь семена чива можно добавлять мак и какао можно туда положить орешки и обваливать в кокосовой стружке и какао и я не успела рассказать что я туда использовала значит пришла оля я не успела снять но она сказала что я crazy мне тут все мешают очень сильно очень удобно пока за ребенком светила приезжаешь тут вкусный день я могу еще куда-то съесть и обед приготовить потихоньку будем закругляться и в конце поделюсь с вами короткой историей на тему моих убеждений в том что сколько тесен этот мир весной этого года двоюродная сестра томика виола пишет мне у меня есть для тебя подарок тебе это точно понравится давай свой адрес и присылает мне в подарок книгу я ее полистала эта книга с рецептами здесь такие ппшные рецепты начинают завтраков заканчивая десертами и показала книгу в инстаграме и только потом поняла что автор это светлана овсянкина и что вы думаете отзывается светлана оказывается что это не просто балерина большого театра в варшаве меня как-то тема балета в последнее время постоянно преследует везде и светлана также блогер я никогда не занимаюсь рекламой профилей каналов если мне хочется чем-то поделиться это делаю причем авторы этого не знают но я хотела бы сказать огромное спасибо светлане за то что она прислала мне новую книгу это сезонные рецепты балерины тоже очень очень интересные вдохновляющие и у нее классная страничка в инстаграме мне хочется от души ее порекомендовать потому что даже если вы не знаете польского она ведет ее на польском языке у нее так много классных таких бытовых штучек и по организации по уборке и конечно же куча рецептов и какие-то покупочки и продукты питания она показывает ну в общем здорово и знаете мне настолько приятно стало то есть я это знала где-то но когда ты начинаешь лично общаться ты вот понимаешь что это реально что это происходит что по ту сторону экрана меня смотрят настолько разносторонние интересные вдохновляющие люди и конечно эта миссия невыполнима но мне хотелось бы познакомиться с каждым поближе узнать кто вы кем вы работаете там чем вы занимаетесь по жизни это конечно невозможно к сожалению или к счастью у меня вас очень очень много а все что вы видите здесь на ютюбе и в инстаграме и ответы на комментарии все помимо некоторых примерок одежда которая помогает снимать давид все делаю одна я поэтому как бы мне этого не хотелось к сожалению невозможно но может когда-то это станет реальностью мне очень приятно знаете это греет душу осознание того насколько у меня замечательная аудитория интересная вы меня очень вдохновляете вы часто делитесь со мной какими-то идеями какими-то там находками своими что-то увидите присылаете мне правда приятно вот безумно это ценю и и если плана даже написала пожелание не стану зачитывать потому что это лично но спасибо большое я сейчас начну плакать и очень сентиментальный человек поэтому спасибо большое если вам сегодня со мной было интересно не забывайте поставить пальчик вверх мне приятно ваша обратная связь я все вижу я все читаю что вы мне пишете не всегда успеваю отвечать но надеюсь на ваше понимание хорошего вам дня вечера смотря когда вы смотрите мои видео в любом случае хорошего вам настроения пока пока до новых встреч уже совсем скоро